Сообщения вот такого угрожающего характера сейчас блуждают по социальным сетям и так называемым мессенджерам. Носят они в основном один характер, что атакуют грипп, ближайшие города, и в том числе Нижнекамск, и уже есть случаи со смертельным исходом. В попытке выяснить, где правда, а где ложь, мы обратились к специалистам. То, что пишут в соцсетях, я, в общем-то, этому очень сильно удивлена, откуда такая информация. И про набережные, и про Нижнекамск, такой информации официальной нет. Оказалось, сегодня обстановка по заболеваемости в Нижнекамске довольно спокойная. Случаи гриппа пока не регистрируются. ОРВИ в настоящее время около 630 случаев, 432 из них у детей. Это стабильная заболеваемость, не больше, не меньше, так, это где-то среднестатистическая заболеваемость. Эпидпорог у нас не превышен, поэтому, что касается нижнекамцев, пока, конечно, опасаться нечего. Но профилактика, она должна быть. Тем более, что еще свежи в памяти события 2009 года. Тогда в Нижнекамске свиным гриппом заболели 50 человек. Двух женщин спасти не удалось. Сейчас в Татарстане зарегистрирован уже третий случай заболевания вирусом H1N1. Два взрослых и один ребенок. Все трое непривитые. Это данные Управления Роспотребнадзора Республики. Впрочем, у рядовых нижнекамцев это пока беспокойство не вызывает. Ну, что слышала, что в Украине свиной грипп сильно развивается. А что в России нашли препарат, который лучше всех мировых препаратов. Чеснок надо кушать. Ну, это раньше было, сейчас давно уже не слышно про него было. В Китае было свиной грипп. Сейчас тишина наступила, вроде не слышно. Что думаю, свинину не кушать? Ну, страшно-то страшно. А защищаться как? Это уж судьба, если заболеешь, то заболеешь. А так уж медицины сильные, должны победить этот грипп. Пока не болею ничем. А там не знаю, что будет. Полагаться на русский авось медики все же не советуют. Говорят, свиной грипп от обычного практически не отличить. Страшен он осложнениями. А передается также воздушно-капельным путем. И защититься от него можно теми же проверенными способами. От гриппа можно защититься, если ограничить пребывание в местах скопления людей. Когда вы приходите домой, мыть руки с мылом обязательно. Можно прополоскать горло и рот и нос обычной водой или соленой водой. То есть вот эти вот способы. Как можно чаще проветривать помещение. К средствам профилактики можно отнести и противовирусные препараты. Их выбор в аптеке сейчас огромен. Лучше принимать их ближе к началу эпидемии гриппа. Ее медики ждут в конце января-начале февраля. Яна Чупахина, Максим Лепин. Новости НТР.